всем привет я очень рада что вы на моем канале меня зовут юля банда киа стилист и живу в стукгольме но сейчас мы с вами находимся на гранд канария куда я приехала в отпуск со своей семьей и по стечению обстоятельств мы до сих пор не уехали как-нибудь потом расскажу на моем канале я обычно говорю про стиль про моду про жизнь в швеции про скандинавскую моду а также про организацию дома про минимализм и про разные красивые моменты которыми наполнена наша обычная жизнь сегодня я бы хотела записать такое разговор на видео с вами наверное это благодаря тому что я две недели последних отдыхала за исключением нескольких очень напряженных дней когда все дети заболели я много думала много проводила времени со своими мыслями просто смотря на океан куша вкусную еду чувство ветер моих волосах и это совершенно другое ощущение погружение в себя нежели чем дома и мне бы хотелось рассказать вам некоторые свои мысли которые мне хотелось бы самой услышать где-то лет 10 боже или 15 назад скажем если бы мне в 20 лет сказали вот это то моя жизнь я не могу сказать что она сложилась бы лучше или по-другому но я была бы рада знать эти вещи раньше во первых не нужно искать дело жизни всю жизнь я конкретно много времени потратила на поиск своего дела призвания и я рада что я его нашла конечно же я считаю что стилистика помогать женщинам находить свой образ одеваться с кайфом расслабленно и также улучшать качество их жизни это мое призвание сейчас понимаете да то есть это призвание и дело на какой-то отрезок моей жизни будет ли это навсегда или нет я не знаю возможно я потом придумаю что-то другое но когда я была молодая я искала вот это где мой талант где а самая великая польза которая могу принести этому миру где мое призвание и так много времени потратила на это что и очень много нервных клеток честно говоря сожгла потому что каждый раз когда я начинала заниматься чем-то что потом оказывалось не призванием я корила себя за то что я опять постучалась не в ту дверь моя лестница была представлена опять никто и стене но на самом деле это вообще не важно ты не можешь точнее можешь но редко ты можешь знать уже 18-20 лет чем ты захочешь заниматься всю оставшуюся жизнь ну это просто crazy к тому же жизнь она такая короткая на самом деле она очень длинная почему бы не позаниматься одним делом 5 лет другим 10 третьим еще пять и так далее мир сейчас так меняется что нам не нужна такая профессия которой мы посвятим всех себя например такая профессия ютубер блогер я не знаю таргетолог она даже не существовало 5-10 лет назад поэтому как можно строить планы на такие длинные годы учитывая что тех профессий которые сейчас существует может и не быть а вашего того самого признания возможно тоже еще не изобретено как например не было ну ладно стилисты были 15 лет назад я даже представить не могла что это может быть моей жизни и вторая супер важная вещь которую я поняла не так давно набив много шишек это то что главное это не цель а кайф от пути к этой цели я много раз приходила к очень классным вдохновляющим целям меня повышали по работе мне повышали зарплату я рожала детей зарабатывала много денег и часто получалось так что на финише я сидела и думала и это все и это вот было все для этого и радости не было все только потому что на пути к этой цели я отдала все что могла и не могла я работала сверхурочные ну в целях с работой и с деньгами работала все выходные забывала о родственниках позвонить родителям отдалялась от друзей и все ради того чтобы самой себе доказать что я могу ну или с детьми я слишком много фокусировалась на беременности забывала все остальное или же наоборот забывала о беременности как это было в первый раз и работала 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 и потом 38 неделя здравствуйте а кайф от беременности 1 я вообще не получила я просто как-то и и она принеслась мимо меня по второй раз я не усвоил урока но в третий раз третий раз я кайфанула вот поэтому если у нас нет удовольствия на пути каждый день в маленьких действиях из которых состоит путь к нашей цели то когда мы придем к победе это будет не такая уж победа третья мысль это то что со мной все так знаете вот сейчас я на пляже люди купаются в бассейне в море я смотрю на них на всех много полу обнаженных тел и я сама всю эту неделю и прошлую ходила в купальники и чувствовала себя совершенно спокойно и кайфово и так было не всегда я большую часть своей жизни стеснялась своего тела ненавидела его мне казалось мне самый ужасный на свете живот боже как же мне так не повезло никогда в жизни не видела своих кубиков а после первого кесарева так и вообще можно о них теперь наверное совсем забыть у меня было много вопросиков к своему телу пока в какой-то момент я не поняла что на самом деле блин она офигенная она сделала трех людей она уже молодец и чем дальше я живу чем старше я остановлюсь тем мне больше нравится мое тело у меня есть руки-ноги которые хорошо функционируют у меня есть хорошая внешность которую я могу оформить при помощи одежды вообще практически в любую и я никогда этого раньше не замечала потому что я больше всего своего внимания концентрирована на этом чертовом животе который меня бесил а сейчас что вы думаете оказывается есть закрытые купальники поняла я неожиданно способом для себя я не знаю почему раньше не носила закрытые купальники и считала что ну на пляже как бы надо же в бикини а в бикини же надо с кубиками о боже боже не пойду на пляж закрытый купальник и все и ты просто звезда этого пляжа и можно ни о чем не думать купаться в бассейне и не париться с нами все так девчонки нам дано уникальное тело которое выполняет самую главную функцию она наш дом и мы идем в этом теле через всю жизнь нужно говорить ему спасибо и уважать его за то что она нам дано и по вере возможности сохранять с ним контакты любить его именно так что давать ему самую вкусную еду тренировать его любименького растягивать загорать мазать кремом и всячески лелеять следующий пункт про отношения я всегда слышала эту фразу нужно работать над отношениями а ты работаешь над отношениями ну вот они не работали над отношениями их отношения распались а как это работает над отношениями я очень долгое время думала что это значит прогибаться подстраиваться пытаться строить ту кем я не являюсь и все это ради того чтобы человек с которым я думал что я хорошая что я классная что я-то на которых женятся вот пока не вышла замуж за своего мужа у которого совершенно другое представление о том как нужно работать над отношениями он считает что работать над отношениями нужно посредством разговора словами через рот и поверьте наши разговоры вот первые годы нашей семейной жизни они могли длиться час-два мы могли переливать из пустого в порожнее приходить к разным выводам и в конце концов мы научились друг друга слушать и сейчас работа состоит именно в том чтобы спросить у своего партнера а как ты это видишь как ты это видишь я вижу что ты сейчас козел повел себя как козел а он может быть видеть что я как-нибудь что-то не учла не увидела не поняла и его ситуация выглядит совершенно по-другому в его-то глазах так что вот этот маленький вопрос кстати говоря он улучшил наши отношения просто на миллионы световых лет и последний момент про деньги я жалею что не знала этого момента раньше когда получаешь зарплату сначала заплатить себе то есть до того как ты заплатишь своему арендодателю своему провайдеру сотовой сети своему я не знаю еще кто то кому мы там платим мы платим за маникюр за массаж за проезд за все 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 за всевозможные услуги другим людям нужно сначала заплатить себе то есть как только мы получаем зарплату в этот день откладывать деньги на накопительный счет когда я стала так делать я стала постоянно чувствовать себя богатой потому что у меня появился накопительный счет подушка безопасности я с его помощью купила свою часть нашей квартиры и начала инвестировать если я знал об этом раньше в 20 лет блин мой портфель акции сейчас бы был просто таким который бы обеспечил мне счастливую раннюю пенсию но узнала немножко попозже возможно вам 18 вы узнаете об этом сегодня и начнете откладывать в первый день зарплаты на отдельный накопительный счет хотя бы 10 процентов и потом уже разберетесь куда это инвестировать поддержите меня в комментариях расскажите чтобы вы хотели знать 20 лет чтобы изменила вашу жизнь в лучшую сторону возможно я до сих пор этого не знаю и все делаю неправильно подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо вам огромное за то что вы со мной и приходите обязательно на instagram всем пока малиновый закат где мой талант где по тридцать восьмая неделя здравствуйте она сделала трех людей этом чертовом животе который меня бесил я вижу ты сейчас с козел а ты работаешь с отношениями и и и и и и и